Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение Первого Соборного Послания Апостола Петра. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Государственного Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Сегодня перед нами вторая глава. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам в спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. В начале главы апостола напоминает, что одним только фактом принятия крещения страсти не умерли в нас, но нуждаются в сознательном их искоренении. При этом вера в человеке укрепляется постепенно. Отсюда и образ Слова Божия, преподаваемого новоначальным, как молоко, используемый, кстати, также и апостолом Павлом. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах», — говорит он в первом послании к Коринфянам. Кроме всего прочего, это еще раз подчеркивает, что христианин не должен останавливаться ни на одном из уровней, то есть человек не может сказать, «Мне достаточно детской веры, я хочу верить в Бога в простоте». Это аналогично тому, как взрослый же человек остановился бы на букваре и на детских рассказиках Толстого, сказав, что ему совершенно безинтересно, что там написано для кого-то там в войне и мире. При этом мотив возрастания описан Петром, это опыт. «Вы вкусили», — говорит он, — «что благ Господь». Именно поэтому от самого начального, но реального опыта жизни с Богом и должна возрасти любовь человека к словесному молоку. То есть я уже знаю, что Бог благ, Он уже открылся мне, и в обстоятельствах жизни и крещения я почувствовал Его призывающую благодать, потому-то я и готов отречься от старого, от греховного опыта, и возрастать в новом, в познании Бога через Его Слово. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены». Здесь апостол говорит о двойственности, вскрывшейся в мире с пришествием в Него Бога Слова, используя при этом образ краеугольного камня из пророка Исаии. Исполнились слова Симеона Богоприимца. «Вот лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Сам Господь сказал об этом. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». «Свет пришел в мир», — говорит Анна Богослов, «и это явление не может оставить кого-либо равнодушным. Каждый так или иначе встретившийся со светом или хотя бы вестью об этом свете с необходимостью определяет свое к нему отношение, так как весть слишком радикальна. Да потому Христос и является предметом пререканий, что он не оставляет равнодушным. Ведь он либо действительно мессия Израиля, и тогда, как говорит Евангелие, все хорошо делает, и глухих делает слышащими и немых говорящими, либо же гнуснейшие шарлатанов, каких только носила земля. И тогда будут правы те, кто говорили о нем, обольщает народ. Такая радикальность от того, что Иисус претендует не на учительство, не на царство, а говорит, что он Бог. Поэтому как поверивший, так и отрекшийся от него, ставят на карту все. И подтверждением истинности слов Христа являются не просто учения или чудеса, а воскресение из мертвых. Оно-то и придает абсолютную однозначность всему сказанному и сделанному им. Поэтому для одних Иисус – камень живой и драгоценный, для других – камень преткновения и соблазна. Но определяет это не Христос, а каждый из нас. При этом интересна параллель. В Евангелии Иисус называет Симона кифа, или по-гречески петрос – камень. Обещая на этом камне, то есть на апостольском основании, создать церковь, которая будет существовать вечно и не будет преодолена никакими силами ада. К слову, это один из доводов, обращаемых нами к представителям протестантизма. Все, что не основано на апостольской преемственности, не есть церковь по определению. Равно как и важная мысль о том, что церковь не может исчезнуть в истории, а потом, например, быть возрождена какой-то группой ревнителей апостольского благочестия, как это, собственно, произошло в большинстве современных нам протестантских динаминаций. Важно, что в своем послании Петр не ссылается на столь высокое поручение Христа о себе, а указывает, что истинное строительство здания церкви, складывающейся из живых сердец, возможно только на основании Христа. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Этот маленький фрагмент ставит очень большой вопрос. Каково оно, новозаветное священство? И о чем говорит апостол, называя христиан священниками? Вопрос непраздный, так как в ряде случаев из этого фрагмента делается неверный вывод о упразднении священства как дара в общинах ввиду всеобщего священства всех верующих. Ответ на это мы находим в Ветхом Завете. Здесь, в великих и славных событиях исхода Израиля из Египта, Господь возвещает всему народу «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Но при этом устанавливает священство сынов Аарона и жестко наказывает тех, кто посягает на священослужение, не имея к тому призвания от Бога. Значит, всеобщее священство не связано со священством иерархическим, не говорит о угодности Богу анархии и ахлократии в общинах, как Ветхого, так и Нового Завета. Тогда о каком священстве речь? «Всякий из нас царь и священник по нашему сродству со Христом. Его мы получаем в крещении и обновляем в причастии. Поскольку он вечный царь из рода Давидова и первосвященник вовек по чину Мелхиседека, как говорит о нем Новый Завет, так и мы, как часть его тела, имеем полноту этих даров. «Потому мы и имеем возможность призывать Бога, сказав Ему «ты», как говорит апостол Павел. «А так как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отча». То есть мы можем неопосредованно, как язычники, лишь принести дар к алтарю и ожидать, когда жрецы внесут его в пространство храма и станут с ним священодействовать. А мы можем прямо и открыто призвать Бога, как близкого нам Отца, близкого именно тем, что мы имеем сродство с Сыном, Который есть не только Господь, Царь, Священник, но и, о чудо, и о ужас, брат наш, потому-то ты уже не раб, а сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Крупный раздел до конца главы посвящен жизни христианина в языческом мире. В этом видео он очень важен и ценен и для нас, живущих в постхристианской цивилизации. Одно но. Апостол говорит о том впечатлении абсолютной новизны и свежести, которые оставляли христиане в мире язычников. Они действительно были закваской, переквасившей в итоге мир империи. Увы, мы находимся в ситуации, когда тесто опустилось, и поднять его обратно будет ох как непросто. Но от этого актуальность апостольского свидетельства не падает, а наоборот возрастает. Так как то, что работало в том мире, может и должно работать, и в мире нашем, но при этом может потребовать принципиально больших усилий. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Обычно, когда говорят о покорстве властям, приводят слова апостола Павла «всякая власть от Бога». Интерпретируемые они обычно как абсолютная покорность и лояльность любому режиму. Однако мы видим, что о послушании властям говорит, например, и первоверховный апостол, указывая, что это послушание мы оказываем не для властителей, но для Господа. Почему для Господа? Во-первых, потому что послушание, как и всякая добродетель, в итоге ведет нас к возрастанию в Боге. Но это не основной смысл отрывка. Потому что таким образом, немного поспекулировав, мы могли бы сказать, что терпение абсолютно любого зла, насилия, неправды, от личных до общественных, в итоге получится богоугодно. Но это не так. Тогда, во-вторых, как говорит об этом компилятор толкований на соборные послания монах Андрей, Петр говорит это постольку, поскольку некоторые клеветали, говоря, что Христос пришел для уничтожения общества и что он, уча, презирал все земные начальства. Когда же они увидят вас, говорит Петр, ради совести Божией, подчиняющихся властям, тогда умолкнут, зная, что они неправильно мыслили, клевеща на христианский образ жизни. Да, Христос – это не про анархию, социализм или что-то еще. Действительно, в империи были случаи обвинения христиан в политической нелояльности, которая проявлялась в неучастии христиан в культе императора. Христианские апологеты, ученые и защитники веры, пытались объяснить, что верующие молятся о императоре, но не императору, но тщетно. Итак, о слепом послушании апостол не говорит. Петр указывает, равно как и Павел в 13 главе послания к римлянам, что правители – представители и слуги закона, поставленные для соблюдения общества в здравии и целостности, и поэтому, обремененные необходимостью периодически санировать общество от его больных элементов. Но, безусловно, и правители легко могут заблуждаться и не выполнять своих функций. Тогда из оздоравливающего общества элемента они превращаются в губящий. О таких случаях многократно говорит Ветхий Завет, указывая, что такой царь или чиновник отвергается Богом. Но на примере Давида показано, что даже неправедно воздвигнутое на нас гонение не дает нам права самим превращаться в гонителей, а весь суд отдать необходимо в руки Бога, самим осуществляя то, что возможно. Давид не убивал Саула, но и не склонил шею под его меч. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Здесь апостол, продолжая тему жизни христианином в языческой среде, говорит не только о необходимости терпения к властям политическим, но и к начальствующим вообще, независимо от их нравственных совершенств, приводя здесь в пример Христа. Аналогичный подход, признание за земными властителями их прав, при, возможно, полном несоблюдении ими своих же обязанностей, мы видим и в апостольской среде. Хотя и не лишены некоторого лукавства слова апостола Павла, когда он в момент взять его под стражу, как говорит об этом книга деяний, конфликтует с первосвященником. Однако же, когда перед ним гласно объявляет статус возглавляющего в репрессии, апостол соглашается с поспешностью своих слов, говоря, начальствующего в народе твоем не злословь, как бы снимая вопрос. Также и Петр призывает увидеть во внешних сложных обстоятельствах почву для роста, будучи близок в этом с премудрым апостолом Иаковом, который говорит, что только мудрец, имеющий навык деятельной духовной жизни, может извлечь пользу даже из тягот и невзгод, обрушивающихся на него. «Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Но вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились на них к пастырю и блюстителю душ ваших». Последние стихи главы могут быть названы своеобразным Евангелием от Петра, хотя это именование часто получает текст Евангелия от Марка, который, по мнению святителя Иринея Леонского и все веки Сарийского и ряда других толкователей, написан Марком под прямым влиянием проповеди апостола Петра. Здесь же мы видим один из примеров очень простой и яркой апостольской керигмы, то есть основного посыла, базовой идеи апостольской проповеди. Христос пострадал, дабы избавить от греха и смерти человека. Если рассмотреть текст детальнее, то при всей своей краткости он содержит отсылку и к Ветхому Завету, к так называемому Ветхозаветному Евангелию, мессианскому пророчеству Исаии, где описан страдающий раб Господень или отром Господень, о котором говорится, что «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это 53 глава Исаии. Вся она посвящена данной теме, которая столь удивительна и невместима для пророка, что он начинает ее словами «Кто поверил бы слышанному от нас?» При этом же, но не в пророческих видениях открывшемуся, а о том, что случилось перед его собственными глазами, об этом и свидетельствует Петр, вслед за Исаии говоря христианам «Ранами его вы исцелились». Святитель Василий Великий говорит об этом. «Через веру были очищены кровью Христа от всякого греха, а посредством воды мы были крещены в смерть Господа. Тем самым мы, вступая в завет, приносим исповедание быть мертвыми для греха и мира и быть живыми для праведности». О пастырстве апостол еще скажет в своем послании. Здесь же напоминает, что единый пастырь и блюститель души всякого христианина есть сам Христос. В притче приводящий пример о пастухе, который идет искать одну заблудившуюся овцу и, найдя ее измученную и изнемогшую, примет на свои плечи и внесет в стадо. А в Евангелии Таанна Христос уже без всякой притчи скажет «Я есть пастырь добрый», который возьмет на свои плечи древо креста, лишь бы освободить падшего Адама, а с ним и каждого из нас от греха и тлена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok